Носить форму спасателя – дело почетное и очень ответственное. 365 дней в году, 24 часа в сутки, они защищают горожан от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. И даже в свой профессиональный праздник спасатели на боевом посту. И за дня в день доказывая, что это профессия для настоящих мужчин. Вся наша работа заключается в профилактике пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, тушению и спасению людей на пожарах. Неприятный звоночек в уходящем году для спасателей все-таки был. Неподалеку от режимного объекта огнем охватило несколько гектаров леса. При ликвидации загораний были задействованы десятки единиц спецтехники и 350 человек. Справиться с огнем удалось в кратчайшие сроки. На торжественной церемонии ко дню спасателей благодарственными письмами наградили сотрудников ядерного центра, которые принимали участие в ликвидации пожара. Я хочу пожелать, чтобы в будущем году, если, не дай бог, такие ситуации будут случаться, мы все с вами действовали абсолютно так же, четко, скоординированно и отвечали на все вызовы и угрозы, как сейчас говорят, с тем, чтобы наш город и наш институт всегда имели защищенные рубежи и надежные прикрытия. Автопарк Саровских спасателей пополнился еще одной единицей специальной техники. Автоцистерна с автоматизированной системой управления находится на базе седьмой пожарной части. Ключи от нового автомобиля пожарным вручили на торжественной церемонии. Пожелать вам, чтобы в новом году у вас было меньше поводов для работы, больше спасенных жизней. Благодарю вас за самотверженный труд, скромность, героизм, благородство. По случаю профессионального праздника Саровских спасателей наградили медалями за заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, нагрудными знаками и благодарственными письмами ядерного центра в НИЭФ. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.